Существует интересный факт. Зелёнка или раствор бриллиантовой зелени продаётся только в странах бывшего Советского Союза. Во всём мире пользуется другими антисептиками. При всей её уникальности у неё есть и недостатки. Отмыть случайно проливый раствор – целая проблема. В интернете существует масса лайфхаков, как смыть зелёнку. Попробуем некоторые из них, чтобы убедиться, работают ли эти способы на практике. Способ первый. Смываем зелёнку с кожи. Если у вас нет аллергии на цитрусовую, то поможет лимонная кислота. Наносим её на кожу при помощи ватного диска. Как видно, лимонная кислота помогает, но, тем не менее, следы остаются, поэтому нужно это проделать несколько раз. Способ второй. Стираем зелёнку с белой тканью. Если вы испачкали белую одежду или постельное бельё с зелёнкой, то можно использовать любой отбеливатель в соответствии с инструкцией. А в интернете есть информация о том, что подойдёт раствор марганца. Вещь стоит замочить на 3-4 часа в марганце, а после постирать в стиральной машине. Я попробовала этот способ заранее, и, как оказалось, он не рабочий. Ещё на пятно можно нанести 7% уксус или перекись водорода. Подождать несколько минут и отправить вещь в стирку. Но для стирки у нас не хватит эфирного времени, и я заранее попробовала эти лайфхаки. Итак, отбеливатель и перекись помогли справиться со свежими пятнами, а вот марганцовка и уксус не справились. Способ третий. Стираем зелёнку с цветной ткани. Грубым материалом свой подход. К пятну нужно приложить ватный диск, смоченный в аммиаке, и подождать несколько секунд. После этого постирать вещь на привычном режиме. Способ четвёртый. Смываем зелёнку с твёрдых поверхностей. Прежде чем отмыть зелёнку со стола или с любой другой поверхности, нужно понять, что за материал лежит в основе. Белый пластик можно попробовать отмыть любой хлор, содержащий жидкостью. А вот цветной, конечно же, лучше бензина. Дерево, к сожалению, не берут никакие лайфхаки. Если зелёнка проникла глубоко в волокна, то поможет только шлифовка. Со стеклянной поверхности зелёнку можно удалить обычным ластиком или меламиновой губкой. Главное не переусердствовать, иначе останутся царапины. Способ пятый. Удаляем зелёнку с ковра. Если флакон с зелёнкой случайно упал на ковёр, то помогут спецсредства для очистки ковров и мягкой мебели. Либо нанесите на пятно доместос. Посмотрите, как быстро у него получается справиться с зелёнкой на ворсистой поверхности. Главное помнить, что при очистке тканей или любых других поверхностей необходимо надевать перчатки. А в некоторых случаях открывать окна для проветривания. Конечно же, знать о возможной аллергической реакции. А лучше всего пользоваться зелёнкой в виде маркера или заменить её на более современные антисептики.